Для них борьба со снегом не тяжелая, а скорее почетная работа. Участники регионального социального проекта «Снежный десант» снова побывали в районах Кировской области. С 30 января по 7 февраля один из семи отрядов снежного десанта «Снежок» покорял Слободскую землю. Каждое утро 18 ребят переезжали в новый населенный пункт – Бобина, Шихова, Волкова, Стулова. А 5 февраля они приехали в город Слободской и разместились в школе номер 14. «Снежный десант» на самом деле в первую очередь направлен на помощь ветеранам, пенсионерам, нуждающимся людям. В первую очередь мы чистим снег, колем дрова, помогаем по хозяйству. И в то же время успеваем проводить мастер-классы для ребят начальных классов, профориентацию для старших классов. Успеваем поиграть с ними в спортивные игры, такие как волейбол, баскетбол и также провести концерт. Начавшийся снегопад не испугал студентов. Работают в любую погоду, а вечером, несмотря на усталость, проводят мероприятия. Концерты, спортивные игры, мастер-классы. Ночуют в школах или домах культуры. Слобожане встречают молодежь, готовую помочь по хозяйству радушно. А участники отряда смеются. Если у тех, кому пришли на помощь, нет лопаты, готовы работать хоть голыми руками. Мы в прошлом году уже ездили в Слободской район, то есть он для нас уже близок. Что будете делать в Слободском? Кто-то идет перекладывать дрова, кто-то идет чистить снег от бани, кто-то снег с крыш. Большинство ребят учатся в кировских вузах и колледжах. В районах к ним присоединяются активисты российского движения школьников и местные жители. Молодой слобожанин Никита Рычков примкнул к десантникам из интереса на один день в Слободском. Я решил, что будет интересно именно с ними побывать, потому что они молодые, я молодой. Я вообще никогда не был на таких мероприятиях. По решению, в общем, решил, что лучше пойти на складывание дров. Они едут с десантом, чтобы помочь ветеранам и своими делами поблагодарить их за мирное небо над головой. В минутки отдыха пожилые люди угощают молодых помощникам душистым чаем и вкусной выпечкой. Иногда даже предлагают погреться в русской бане. Бывает, что ветераны соглашаются рассказать о своем военном прошлом. И тогда каждое слово на вес золота. Такие истории не забываются. Это мой первый десант. Это уже шестой день нашего путешествия. И вот, к сожалению, оно подходит к концу, возвращаться совсем не хочется. Мне очень много рассказывали про снежный десант, когда я только вступил в студенческие отряды. Мы именно от студенческих отрядов едем на эту социальную акцию. И ребята отзывались о этом проекте социальном, что это действительно очень душевная атмосфера. Очень здорово было видеть глаза людей, которым мы помогали. Они действительно нам благодарны. Фронт работ молодежи заранее готовят местные администрации. Потому утром по приезде на место у них на руках бывает список адресов, где живут пожилые люди, которым требуется помощь. В Слободском таковые нашлись в шаговой доступности от 14-й школы в частном секторе на улице Мопро, Октябрьской, Ключевой, переулке Дальнем. Пока одни перекидывали дрова, другие огребали снег. Работали оперативно. Нужно было успеть к обеду, а потом другие мероприятия. На следующий день их уже ждали в поселке Центральный, после чего возвращение в Киров. Продолжение следует...